Славянская радио Продолжаем разговор Ну ладно, давай тогда перейдем на вопросы Хорошо, переходим на вопросы В самом начале появился вопрос от Миколаевича из Тараховки Вопрос эфир Есть бестопливные выработки силы? Если да, то чертежи в студию У тебя есть такие бестопливные, ну то, что говорят, БТГ Бестопливные генераторы? Или этим вопросом ты не занимаешься? Я адресую это к волосатому Валерию Он живет в Брянске У него четыре книги написано про эфир И как брать силу из эфира Чем Тесла занимался? Как из него брать? Уже он в солидном возрасте Спешит кому-то отдать Но я не знаю, сейчас я не встречался уже Я вот информацию имел год назад Сейчас он нашел потребитель этой вещи Но вы же знаете, что таких ученых убирают Так вот, есть они такие люди Есть разные Вот по принципу Тесла они есть И уже по интернету проскакивали У меня таких чертежей нет Я такими вещами не занимаюсь Но великолепно понимаю, что это все реально Хорошо Будет у нас с тобой кое-чем поговорить Идем дальше Так, Виталий Микиров Зает вопрос Что такое чакра? Для русского уха непонятно Поясните Я перезаписать тотальную ложь на правду А перезаписать тотальную ложь на правду никак нельзя? То есть что такое чакра И что такое тотальная ложь, которую надо переписать? Так, два вопроса Давай разделим первая чакра Что они себя представляют? Ну, у нас их больше семи, конечно Я буду от тех, к которым мы привыкли И названия я их тоже не хочу использовать Потому что они по-разному Их можно называть Но есть и не семь Я могу их показать Значит, вот две односторонние Это верхняя чакра Которая на лбу Лоб – это Если я тебе могу показать Высшее место на голове Высшее место А это чело Да, то, что лоб То, что лбом называют Это чело, да Все говорят наоборот Поэтому Это запущено специально Чтобы мы силу направляли не по адресу Так вот чакра Которая копчик И на лбу Они односторонние Сверху правое вращение А снизу левое вращение А остальные двойные Это воронки Воронки по приему И выдаче силы Вот самое настоящее Представь себе воронку Допустим, вот начало Вот здесь она спереди И сзади Два потока встречные И так по всем чакрам Вот чакра – это воронки Чисто по обмену силы А эта сила идет тоже Вращение спиралевидное Спираль Все движется по спирали Есть еще такая руна Чакра Которая обозначает Одновременное вращение И в одну, и в другую сторону Поэтому чакра В общем-то Это Ну если разберем по-нашему То это будет вполне наше В общем-то понятие А не индуистское Как нам приписывают Это все древности наши Совершенно верно Вот Об этом я и сказал Что вот эти места Наиболее энергетичные Вот эти паразитические сущности И садятся и закрывают Проход силы Ну а где они расположены Я думаю, знаете Если нет Вот мне вот Жена понесла картинку Я могу показать Да В интернете есть картинки Где представлены Вертикальные чакры И вот две еще На уровне плеч Правые, левые Лада и Лилия Лилия и Лада Их еще называют Лада и Лилия, да Хорошо С этим разобрались То есть с чакрами Или еще пояснишь по чакрам что-то Да нет, достаточно Идем дальше Так, а переписать Тотальную ложь На правду Никак нельзя? Очень можно Все зависит От твоего Понимания И восприятия Если ты Еще как можно Все делается На основе любви На основе любви Это происходит Она Самая мощная Преобразующая сила Но самое главное Твое осознание Отделение Лжи От правды Понимания Развлечения Когда ты это делаешь Конечно Для духа твоего Приятнее Что Принимать правду И пользоваться Правдой Это тоже сила Она тебя будет Укреплять Вот А ложь Она разрушает И когда тебе хорошо Вот Какой-то информации Но опять же Зависит от того От кого ты Изначально Я вот пользовался Этими вещами Открывал Библию Первую вещь Первое Бытие Первую главу Там Бог сотворил Человека А во второй Главе Господь Бог Создал Из праха земного То есть Клоны сделал Вот Как ты считаешь Сам От кого Твой первородок Или сотворенного Богом Или созданного Господом Богом Совершенно Разные Субстанции Это разные Вещи Клон Наклонность Вот для чего Планирует С определенной Наклонностью Характера Мышления Поведения Поэтому От кого ты Сам Прими решение По тому пути Ты и пойдешь Тебя радует Определись В конце концов Конечно Если Ты определился И хочешь быть Солнечным И жить По Ра По Ра Веданию Так оно и будет Пусть даже Твой первый Прядок Был От Господа Бога Ты Можешь Это Осознанием Своим Себе Изменить Какую-то силу Принимать И что-то Будешь Сделать Вот Ты По этому Пути И пойдешь Так Хорошо Идем Дальше Так 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 Вот Вопрос В эфир Здравия Сказителям Долгих Лет Жизни Дедушка Очень рад Тебя Слышать Давненько Не видались 29 числа Была Очередная Зачистка Вот яркий Пример Пирамида Голода Развалилась Что будет В следующем Мавзолей Дедушка Крепко Обнимаю Тебя Благодарю Благодарю Я посмотрел И был я В той пирамиде Я Походил Вокруг Нее Там Негативная Сила Она Создана Не по тем Пропорциям И не теми Людьми Потому Она и Развалилась И вот Все Не случайно Все люди Которые Там были Обряд Провели Вышли И Когда Она Упала Им Не случайно Все А как Это Произошло Предварительно Погас Свет Чтоб Люди Оттуда Вышли Все А если Быть Свет Не погас Люди Погибли А кто Выключил Свет Вот Разумные Существа Делает Все Вокруг Разумное На определенной Степени А земля Миллиарды Раз Разумнее Нас И сил В пространстве Разумных Но Светлые Существа Вот тоже Нужно Различение Иметь Светлые Существа Светлые Агрегоры Эгрегор Мне не нравится Это непонятно Для меня слово Агрегор Это агрегат Горный Агрегат Всегда С чего-то Состоит С основных Частей Так вот Светлые Агрегоры Светлые Силы Себя Не навязывают Пока Ты не Обратишься К ним И не попросишь Тогда Они рады Тебе Служить А темные Силы Себя Они Создали Огромную Сеть Посредничества Навязывать Себе Вот и Различай Кто тебе Чего Навязывает Значит Это не от Светлых Сил Ну хорошо С пирамидкой Разобрались Кто Выключил Свет Тоже Понятно Что Будет Дальше Вопрос С подоплёкой Чем Авзолей Или Что-то Другое Может Ты сейчас Чет Такое Ляпнет Что Потом Раним Закроют Я Не Пророк Я Просто Чувствую Что Должно Быть Конечно Мавзолей Но Нехорошо На кладбище Танцевать И Всякие Устраивать Шоу Это Красное Кладбище Красную Площу Перевратили В Кладбище Неправильно Это Неправильно Я Не буду Всю Технологию Есть Информация Наберите Зикурат Мавзолея И Все Найдете Как Он Создан Для Чего Создан И Какое Там Отношение Сенин И Как Он Работает Сейчас Резонатор Вот Там Если Кто Знает Что Такой Директивная Антенна На крышах Стоит Директор Антенна Вот Полуволновый Вибратор Сзади Директор Большой Отражающий Первый Формирует Диаграмму Направленности Так Вот Гум Вот Этот Мавзолей Дальше Треугольное Здание За Стеной Вот Это Антенна А С Острого Острого Куда Направлен На Восток А Всю Россию Матушку А Какая Информация Заложена Была Мавзолея Конечно Его убирать Надо Я сомнений В этом Никаких Нет Ну раз Красную Площадь Затронули Давай Немножечко По ней Пройдемся Известно Что В стене Красной Площади Которая Выходит На Красную Площадь В стене Там Заложены Урны С прахом Известных Людей Что ты Про это Скажешь Прах Это все-таки Уже не покойник Это нечто Другое Но Известные Люди Разные Там Вот Что ты Скажешь Про Кремлевскую Стену С прахом С урнами Праха Знаешь Больше Я же всегда Говорю Своим Более Негативное Значение Имеют Бюсты Чем Вот эта Урна С прахом Потому что Пока Люди Помнят Об ушедшем Великом Человеке Он не может Перевоплотиться Поэтому Это тоже Неспроста Сделано Расставлять Бюсты И памятники Этим Ослабляет Народ Ослабляет Живущие Разумные Существа А здесь Тело Не привязано То есть Дух Не привязан К телу Он Сожжен И Вправь Несет Уже Какую-то Такую Информацию Ощищенную Огнем Дальше Идут Наработки Мыслей Людей Вот К этому Окошечку Если Люди Приходят Постоянно Страдая Здесь Становится Источник Силы Левого Вращения Разрушительного Вот В таком Ключе Ну а В любом Случай Это Вот На всем Потяжении Кладбища Если Идешь По территории Земли Ровненько Площадь 5-6 метров Кстати Это И отражает Сетка Кюри Земля Накрыта Двумя Сетками Сетка Хартмана У ней Плоскость Параллельно Диаметру А сетка Кюри Под 45 градусов Этого Прямоугольника Находится К северу Так вот 5-6 метров Идешь Слева Вращение Меняется На правое вращение Это так себя Земля Гармонизирует А вот На территории Всего кладбища Какого-то Размера Не было А рамка Выскакивает В левую сторону Крутится Из рук Вырывается То есть Вот На Красной площади Вот эта часть Справа Это Очень Мощная Негативная Сила И она Разрушает Кстати Я не знаю С какой Стати Путин Уже Не был На мавзоле Это не стоят Теперь уже Уже понимаешь Что это такое Наблюдать Хорошо Еще вопрос Вот Не на Красной площади А так Туда При входе Там Есть Вечный Огонь Есть Место Где Часовой Стоит И дальше Идут Места Такие Тумбы С землею Городов Героев А вот Это место Как ты Охарактеризуешь Что ты Про это Скажешь К любому Вот Огонь Это Очистительный Огонь А если Возле этих Камней Нет Этого Огня Ощущений Нет И Этот Памятник О страдании Великом О мужестве Великом О геройстве Великом И Поэтому Мне Возле них Находиться Не очень хочется Но Это место Это место Их Или это Не место Их Все-таки Как ты Думаешь Если Это Все-таки О Великом Я думаю Что Это Не место Не место Потому Что Надо Прозреть Каждый Человек Все Меняет Все Меняет Своими Мыслями Если Люди Приходя Особенно Те Которые Пережили Этот Период Войну И Приходя Они Вспоминают Это Все Информацию Вносят В этот Камень И Он Запоминает Все Вы Видели Смеющихся Человек У этого Камня Я Нет Вот В этом Ключе Его Надо Ощищать Или Устройство Специальное Делать Тоже Что Посещать Тогда Вот Нормально Но Нельзя Когда Мыслишь Что Негатив Ты Сам Себя Разрушаешь И Пространство Себя Разрушаешь Ничего Нельзя К сожалению Вспоминать Понятно Если ты вспоминаешь Отправляешь туда силу Которая тебе не вернется Хорошо Идем дальше Я Гриша Задает вопрос Всем крепкого здравия Вопрос Эфир А знает ли Сказитель Что Дьявол Это Бешеный Бык Знаю А это Всегда Подмена Образов Вот Смотрите Кто там Есть у компьютера Вот мы С вами Встретились Зря Или не зря Конечно Более 90% Отвечает Не зря А не зря Смотрите Не зря Это вот так Вот Это Есть Подмена Образов Хозяин всех бесов Но дьявол Этот принят Я им пользовался Почему Стремлюсь Не обижать Чувства верующих Дьявола Принимают все И верующие И неверующие Поэтому я этим словом Воспользовался Я бы Сейчас Пользуюсь Другим словом Но в эфир Пока не хочу Понятно Идем дальше С бешеным быком Разобрались Баян Вопрос в эфир Проясните Пожалуйста Разницу между Правду И истину Благодарю Правду я уже Объяснил Да Веда божественная Правда И как я почувствую Тебя тоже сказал А истина Тут буковка Поменена Приставка Из Она правильная И до 10 октября 18 года Ее не было Была Была Кодирует Наше слово По-разному Вот эту приставку Вместо приставки Его окончание Ставят Поэтому Образовали Всякие Измы Что такое Анализ Поставь приставку На свое место Получается Изонала А чтоб мы не понимали Ее Поставили в конец Вместо окончания Поэтому Слово Истина И С Поменяй На З Получается Изтины А что такое Тина Знаете Вот Это моя мысль Понятно Идем дальше От Владимира Измытич Вопрос Здравия Владимир Николаевич Иногда Очень сильно Хочется Дать Супруги В лоб А через Некоторое Время Вроде И не хочется Что делать Интересный Вопрос Знаете Что Вот Я попытаюсь Пытаться Это пытать себя Я Разъясню Этот момент На фразе Возлюби Ворога своего И благословляй Проклинающих Тебя Еще один Принцип Мироустройства Все основано На 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 Информационно-силовом Обмене Так вот Когда Ты врагу Посылаешь Любовь Она Высокочастотная И очень мощная И очень мощно Преобразующая Она точно Идет по адресу Ты его Представил Направил к нему Любовь Она Никуда не уйдет Она точно Будет работать До тех пор Пока не Исполнил Соперназначение Наверное Помните Как Райкин Пиджак одел У него там Вешал Что это Мне мешает Вот точно Так же Врагу Эта любовь Будет мешать Она Будет Если он Пробудится И подумает Вот что-то я сделал Не так Ура Мир светлее Стал Что с тобой Происходит Когда ты Отправляешь Любовь Тогда Ты Частичку силы Отправляешь Формируешь Внутри Мысль Свою Но Творец Тебе С лихвой Через лоб Вернет По которому Ты хотел Жену Ударить Вот И поэтому Ты не теряешь Силы Свою И мир Изменяешь Но когда Ты посылаешь Агрессию К врагу Ты себя Разрушил Прежде всего И чтобы Статься таким Тебе надо Восполнить Эту силу То есть Ты дважды Потерял силу Но в этом случае Творец Тебе Не даст силы Это за счет Внутренних резервов Каким-то Другими путями Но неестественным путем Поэтому А Когда ты Отправил Вот эту Агрессию К врагу А он На этих частотах Живет А он Укрепился Ох Как я Хорошо Сделал Да я буду продолжать Опять так же Жить Вот Как надо Эти вещи Понимать И когда Появляется Желание Кого-то Наказать А кстати Физически Это наказание Даже легче Чем Вот На уровне Мысли Очень опасно Мыслить За глаза И обсуждать За глаза Я даже Наблюдаю И можно даже Такую Сказать Что У женщин Если отнять Да у мужиков У многих Тоже Сплетни А в сожалению Других То им Ни о чем Говорить Будет Ну Поэтому Физическое Ударом Что такое Удар Это будет Стресс Тебя Сотрясет А вот Вместо Удара Всегда Прилипнет Та сущность Которая Показывал Вот Чернильное Пятно Непременно Это случится Именно В момент Стресса Переход На низкие Вибрации Подключается А не каждый Умеет Их сбросить Убрать И ходит И живет Она растет У этого человека И управляет Потом им А что происходит Вот когда Ссорятся Люди Близкие Вроде бы Да Слово Засло Потихоньку Потихоньку Начинает Разгоняться Кто Их Раскручит Вот эти Сущности Которые Слетают Они Начинают Управлять Вплоть до драки Когда потеряя силу Сядут А что же мы наговорили Что произошло Как теперь жить Они не соображали Уже что делали Это сущность И раскручивает Это чтобы Вытащить Всю силу Так что Лучше Даже И мысли Не должно быть Вот сейчас Время пришло Такое Что прежде чем Помыслить Помысли О чем ты Божешь мыслить Понял Владимир Размытищ Так что Мотай на ус Идем дальше Елена Семь Хочешь рассказать Что такое Намотать на ус Расскажу Давай Давай Значит Это Был Прибор Такой Уст Назывался Потом Т Забыли Остался Уст Основа Узелковой Письменности Это Пример В руку Размером Точно так же Поменьше Немножко В центре А как Кулак Локоть Пошире И вот Через нее Были прорези Куда проходила Основа Узелковой Письменности Так Это был Уст Назывался Так вот А в этих Прорези Еще углубление Куда навязывали Ниточки И Узелком Вот такая Узелковая Письменность была В каждом Доме Потому что Бумага Или кожа Были очень Дорогие В свое время Они таки Были И сами Тем более Делали Скопилка И так далее Узелковая Письменность Была Очень Сильно Распространена И поэтому В нашем Языке Это очень Много Таких Вещей Вот Я на Радио Гамаю Раскрывая Эти вещи И даже Раскрыл Там Что Что такое Навруз Рекоруба Что Это Такое 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 Это Уст А Т Она Лухая Выбросили Из-за Пехота Стремятся И подхватили На уст Намотать Это Вот Что Из-за Узелковой Письменности Станок Такой Был Для Узелковой Письменности Уст Так что Мотай на уст Владимир Ладно Хорошо Хорошо Идем дальше Елена 777 Вопрос В эфир Здравия Скажите Пожалуйста Почему Сарафаны На Руси Красного Цвета Благодарю Ну Тут Однозначно У меня Нет Сути Но Поскольку Химических Красителей Тогда было Мало И вот Природные Красители Они были Естественные Да И Легше Было Всего Нархи И Вот Эти Цвета Которые Были Основные Это Были Природные Я думаю Что Чисто Черных Природных Цветов Не было Да Вот Чернозем Какой-то В стате Он есть Но Им Красить Он все равно Легко Отмывался А вот Сажа Наверное Самый Такой Черный Отмывался Я тоже Закреплять Чем-то Надо Было Закреплять Да И меня Раздражает Мне Не нравится Красный Цвет Это Низкие Вибрации И Когда Ты Переходишь На Высокие Вибрации Начинаешь Это Понимать Опять же Матрица Система Стремится Нам Привить Развить Чувство Такое Что Нам Должно Нравиться То Что Нас Разрушает Это Это Моё Миньи Но Обратите Внимание Кто Носит Черный Свет Вот Делайте Выводы Красный Свет Чуть Повыше Черного Хорошо Но Всё-таки Значит На Руси Получается Красный Сарафан Делали Потому Что Легче Всего Было Откраситель Достать Да Да Ну Слово Красный Красивый Они Какие-то Всё же Созвучные Поэтому Легко И было Принято Что Красный Это Красивый Созвучные Слова Образ Один Тоже Наливает Ну Вот Я с тобой Здесь Согласен Почему Потому Что Красная Девица Не то Что После Бани Красная Красивая Красивая Красный Сарафан Тоже Может быть Красивый Сарафан Не обязательно Что именно Красный С точки Зрения Цвета Поэтому Ты не шей Мне матушка Красный Сарафан Не входи Родимый Попуст В изъян Вполне Возможно Что это Было Отношение Именно К красоте Этого Сарафана Подвенечный Да То что называлось Или для брачного союза Для семейного союза Потому что брачный Это все таки Не семейное то А для семейного союза Вот И красивый Ну ладно Так Алексей Я благодарю тебя За подсказку А вот твое имя Я бы тоже называл Не Алексей А Олег Сей Две буквы Исправить надо Исправляй Называй Как считаешь Нужным Называй Потому что А это обратное А Олег Сей Сей Олег Олег Имя Витязей Волхов Древнейшее Славянское имя А сей Подтверждение Я понимаю К чему ты клонишь Как тебе нравится Так и называй Хорошо Едем дальше Миколаевич Староховки Вопрос в эфир Как с медом Консервация делается Что из природных средств Помогает От облысения Ну Ты На меня смотришь Я этим вопросом Тоже не занимался У меня тоже Светлая головушка Когда захожу Куда-то Светлее становится Вот Но я потерял волосы Работал на станции Где СВЧ Было Больше Мегаватта Представляете Печка СВЧ Печка На кухне Это Самое Негативное Устройство На кухне Так вот Такая печка Только мощность Намного Порядков Выше Вот я В 27 лет Потерял все волосы А почему-то Борода Сохранила Слой Бород Еще Как правило Теряем зрение Потому что Разрушается Вот СВЧ Излучение И зрение И Яичники Они Жарятся Но я Почему-то Или у меня Такая крепкая Закваска была Или еще чего-то Или образ жизни Я Не потерял Просто волосы На себя приняли Весь основной удар Который сверху А то Что нужно было Функционалу Все осталось В том числе И борода Поэтому Я не знаю Как Но Как Обычный Уход За кожей Это Питание Вот Нужно В том числе Я знаю Мыться надо Не этими средствами Которые есть Если сейчас Они еще есть То есть Дать питание Для луковиц Которые там Есть Для этого Надо пользоваться Естественными Ну Типа Щелоком Мыть Да Укреплятием Настоем О Очень важно Крапивы Настоем Крапивы Потому что Крапива Она же Созвучна С кровью Я уже Рассказывал О ней И вот Питание От настоя Крапивы Великолепно Такие Что ли Кремочки Делать Я понял Еще Слышал Такой Интересный Совет Когда Начинаются Такие Процессы Поскольку Волосы Имеют Основу Луковицы В голове Луковица Вот и сам Проднется Слово То в этом Случае Берется Луковица И втирается Луковый сок Прям Выжимается Не пробовал На себе Не знаю Может быть Поможет Нашему Слушателю Из страховки Миколаевич Бери луковицу Дави и втирай Вдруг Поможет Опять же Есть На созвучии Не просто Название Название Всегда Должны Отражать Предназначение Поэтому Нам подмену Образу И делать Чтобы мы Разрушались А это Если это Сохранилось Это будет Так Но прежде всего Кто уничтожает Это Недостаточно Питания Это Первый фактор Вот Когда человек Слабеет Вот Когда у него Как говорится На глазах Сохнет Силы теряет Вот тогда Начинают Попадать Волосы Когда человек Здоров Они не Выпадают Значит Не хватает Каких-то Витаминов Не хватает Питания Вот Ту же Самую Крапиву Во все Салаты 2-3 Ложечки И замочи Водой На 5-10 Минут И вот Этот Состав Выпей Это Такое Мощное Питание Причем Все Что Нужно Для Организма Там Есть А Не хватает Питания Поэтому Это Первый Фактор Когда Теряет Словос Лучше Восстановить Организм И тогда Когда Непогибшие Луковицы Они Начнут Восстанавливаться Конечно Массаж Нужен Массажные Щеточки Нужны Чтоб Кровь Поступала Без Крови Ничего Не Бывает Согласен Стою Полностью Что И Массажировать Надо Обязательно Так Скать Двигать Чтобы Крови Застоя Не Было И Других Застоя Не Я Упустил Двигать А Мне Не Помогает Уже Я Луковицы Потерял Я Могу Двигать Кожей На Голове Упустил Упустил Ты Момент Надо Было Раньше Шевелить Репку Надо Было Раньше Морщить Это Было 60 Годы Я Ничего Этого Не Знал Понятно Так Ну Там Был Первый Вопрос По Поводу Консервации Как Медом Консервация Делается Просто Помыл Обсушил И Жидким Медом Залил Все Вот И Все Главное Чтобы Подсушить Не Разводить Водой Да Да Реплика Фир От Петра Степановича Вокруг Нас Самолеты Землю Травят Конечно Что с этим Делать Стингеры Закупать Иглы Что там Еще Есть У нас Самоборону Производить Кабани Только Земля Тоже Еще Умысленно Злонамерно Химтрасс Использую Распыляют Микробы Что такие Микробы Микророботы Для управления Нами Самолеты Конечно Это Результат Цивилизации Технократической Цивилизации Духовная Цивилизация Самолеты Не нужны Мы Могли Перемещаться Сами Куда Хотели Мгновенно Процесс Это Описан Владимиром Игре Абсолютно Верный Когда Ты Себя Разлагаешь Что такое Человек Это информация И плюс Сила Форма Собранная Вот этой информацией Так вот Ты себя Разобрал Информацию Перенес Куда угодно На любую звезду А там сил Достаточно Ты собрал себя Только либо Не в агрессивной среде Или просто Летать По воздуху Тоже нормально Когда ты Будешь Понимать Что такое Гравитация И как ее Нарушить Так строились И пирамиды И так далее Хорошо Так дальше Миколаевич уточнял К своему вопросу Про консервацию Можно ли смешивать С теплой водой Для увеличения числа Консерванта Но ты уже ответил Что не надо Должно быть все Сухо Надо высушить В комнату Депературу Высушить И залежит И идем дальше Следующий вопрос От него А как испечь Хлеб Из ржаной муки Ты нам лекцию Про хлеб прочитаешь Как испечь Или отошлешь Куда-нибудь Где это все Набирай В интернете И там очень много Правильный подход С любовью С правильной Пшеницей И Без дрожжей На дрожжевой Закваске За пять суток Из любого Взращивается Закваска Из любой муки Взращивай И вот только на ней Это будет здоровый хлеб Ну надо Наверное Открыть секрет Что все равно Там будут дрожжи Присутствуют Только они природные А не те искусственные Которые сейчас Применяют И вот эти природные дрожжи Они нейтральны Для человека Почему? Потому что при испекании Они себя уничтожают И больше для нас Они не вредны А вот те, которые искусственные Уже хлебопекарные Сейчас то, что Это большинство Все информативные Да Вот это уже беда С этим делом Так что изучайте Азы хлебопекарни Хлебопечения Из печенья И так далее Дальше Как-то так Из Ютуба Задает Ну так он представился Как-то так Из Ютуба Задает вопрос Почему, кстати, автор То есть ты Очищает Отрицает слово Энергия Но признает слово Информация И атом Так Потому что я Опять же я сказал Принимаю своим сердцем Если мне это понятно Слово информация И она отражает Реалии Принципы устройства мира Я это принимаю Потому что Все иностранные слова Это что? Наши слова Сходили за границу Они были искажены И вернулись к нам Все они Вот Прошли вот такую Стали И я воспринимаю Сердцем Что мне нравится Что не нравится А энергия Энергия Вот эта буква К Которая Появилась 1710 года Я их всем Подвергаю сомнению И Мне она непонятна А агрегат горный Мне понятно Я же уже объяснял Агрегат Это то Что состоит Из много частей А то что Агрегат Созданное людьми Это Что он подразумевает Это Конгломерат Подобных Человеческих мыслей Опять же Принцип устройства мира Не разноимённо Притягивает А подобное Притягивает Подобное Поэтому Собираются Подобные мысли Все Паразитические Агрегаты Именно Агрегаты Так запущены Нескольким Определённой Группой людей А потом Они организуют Подпитку Этого Агрегора А этот Агрегор Потом Управляет Лидией Поэтому Для меня Агрегат Горный Понятно А агрегор Непонятно Горный Это Высокие Вибрации Где-то На высоких Вибрациях Не на горах Где-то А по Вибрациям Развлечениям Где-то И Ну и Внутри Нас Если Мы На волне С этим Агрегором Значит Что Идёт Взаимодействие Моего А он Нами Управляет А если Начинаем Уходить От него Он Начинает Дискомфорт Создавать Сомнения Закладываются Дискомфорт Закладываются Через наши Сомнения А сомнения В состоянии Сомнения Ничего не Заделают Всегда Будет Ошибка Ну кстати Горный Это не только Про горы Горный То есть Высший Это в русском Языке Сохранил Что Горный Высший Божественный То есть Выше Других Поэтому Здесь Никакого Противоречия Нет Другое Дело Знаешь Меня иногда Несколько Настораживает Что Да Понятно Что Все слова Были Наши Большинство Слов Было Наше Они погуляли Походили Там Немножко Испачкались Исковеркались И сюда К нам Вернули Меня Всегда Вот Как-то Так Свербит Внутри А может Быть Все-таки Находить Те Первоисточники Тех Слов Которые Пошли Погулять И вернулись Уже В загрязненном Виде Докопаться До нашего Все-таки И Это Ближе Потому что Слово Это уже Выпущенный Образ И если Образ Искаженный Он же Которые Ну Если Ушли Туда То Вот Вернуться Им Очищенными Обратно То есть Возродить Их Да Надо Возвращать Наши Слова И Иностранные Убирать Соборота Это Непременно Нужно Это делать Я Соглашусь Здесь Вот Когда Начнет Открываться Родовая Память А с повышением Вибрации Земли Это будет Происходить И Многие Теперь Уже Это Замечает Преобразование Человека Чем Это Отражается Наверное Кто-то Ощущал За собой На Несколько Секунд Потеря Вообще Памяти Это Ощущается Сознание Чистится Сознание А после Все Восстанавливается Ура У кого-то Давление В голове Тоже Вот Воспользуюсь Практикой Игорь Ткаченко Есть Такой В интернете Он Продолжил Практику Она Очень Хорошо Работает Все Пальчики Вот так Складываете Воедино Делаете Тор Перед собой И Произносите Фразу Балансировка Начинается Вот это Движение Сил Человека Правильно Происходить Тор Но о Торе Тоже могу Рассказывать Очень много Это Мощная Чистительная Система И Давление В голове Восстанавливается Хорошо Вот Миколаевич Кстати Предлагает Вместо Информации Применять Тождественное Как он Пишет Русское Слово Сведение Так Сведение Совместное Ведение Оно Не отражает Тот Принцип Устройства Мира Что Уплотняется Вот этим Ведением Сила Сила Ведения Воззять Раскодировать Опять же Но Сведение У нас Обще Принято Как совместное Ведение Отсюда Согласное Боговое Они О выбрасывают И вместе С появляется Это как уже Совместное Сведение Хорошее слово Благодарство Мне оно Нравится И Нужно его Использовать Соглашусь А позволь Еще я предложу тебе Может быть слово Весть Весть Информация Заменить на слово Весть Вот тебе пришло что-то Ты что-то Познал Что-то Почувствовал Что-то Уловил И весть Ведь весть Это более наше Все-таки Менее скаженное Слово Неже Ведение Сути Это Суть Суть Стержень Основа Ведой Вот это Да Тоже хорошее Слово Соглашусь Великолепно Вот так вот Приходим Видишь Как ищем Слова Вот это и есть Мозговой штурм Наш Взаимоуважающих Людей Вот здесь Рождается Правда Не истина А правда В вчерашнем эфире Произвучала Интересная Расшифровка Слова Солидарность Которая идет Соль Дар Соль Когда Съесть Пуд Соли Или Как сказал Наш ведущий Приходит Закончилась Соль Магазин Закрыт Кому ты пойдешь Да к соседу Пойдешь И он тебе В дар Соль Дашь Попробуй Только вернуть Эту Соль Соль Себе Соль Вот Солидарность Когда друг друга Выручаем Когда друг друга Вместе делаем Ну или другой пример Строим вместе дом Да вот Пуд Соли съели Пока строим Вот они Солидарные Ратники В бою Пуд Соль съедают Кашу Варят Сою Соратники Совместно Да Соратник Солидарность И так далее Вот интересные Такие у нас Раскрытия Получается Ну ладно Идем дальше А то у нас 30 вопросов Еще Пока еще Не накидали Я уж не знаю Прекратить сбор вопросов Или пока Пускай идут Итак Варлиг Задает вопрос Добрый вечер Что-то Можете сказать О биоритмах В какое время Питаться Биоритмия И сон Мало кто Об этом говорит Но очень важно Благодарю То есть Биоритмы Когда питаться Правильно В какое время Что такое Биометрия И сон Ну и так далее Это в интернете Есть Каждый промежуток Премии Абсолютно Оптимальный И хорошо Работает Определенный Орган нашего тела Для отдыха Нашего сознания И общего Отдыха Очень лучшее время С 10 вечера До 2 часов ночи Это наши Вот когда Природой Мы напитываем Силы для себя И главное Разум В это время Отдыхает Если в это Время Не спать Разум Будет Потом Слабеть И слабеть И слабеть Ты не сможешь Производить Понимание Этого Ведания Буду пользоваться Тебе Этим словом Благодарствую Вот Не будешь Так Понимать Этот процесс Поэтому Да Биоритмы Они существуют Кстати Не просто так Нам навязали Основатели Горело 50 Герц Альфа-ритма Головного мозга Равен Сотни А 50 Герц Это 100 ударов Синусоида А 100 ударов Получается Поэтому Электричество Нам Противопоказано 50 Герц Мы значит В Америке В Англии Там 60 Герц Поэтому Они существуют В интернете Набирай такое Очень много Опять же Через сердце Своё воспринимай Да Я знаю Что в каждое Определённое время Там желудок лучше В одно время Печень в другое время Выделительная система В третье время Лучше всего работает Поэтому Надо согласно С этими биоритмами Работать Я сейчас Точно не расскажу А в интернете Найдёте Ты знаешь Мне кажется Всё очень просто Есть такие простые Заповеди Вставай С восходом Ложись До заката И не кушай После 6 часов Вот Мне кажется Всё очень просто Гениально здесь Если положишься До заката Смотри Что такое Пора Пора вставать И пора ложиться По солнцу По свету По свету солнечному Божественному Вот оно и всё Ну Всё в наших словах И в сказках И в словах И в мудрости И в присказках Всё давным-давно Раскрыто Главное Уметь Понимать Это всё Идём дальше Справедливый мир Из Ютуба Все рассуждают Находится Средство Массы Дебилизации Вот Значит В их интересах У нас Делать такие Просыпайся Включай разум Дух И живи по нему А что происходит Вот Человек Состоит В основном Из шести частей Процесс Как происходит Бог В тебе есть Дальше Есть совесть А совесть Совместная Бог Связь Совместная Весть С Творцом Или с Господом Или с дьяволом Могу задеть Опять Чувство верующих Значит Или с дьяволом Или с Богом Совместная Весть Такой человек Это и есть Дальше Дух Душа Тело И дьявол Вот шесть частей Процесс управления Идет от Бога Вот туда Но когда Нас Система Уцепила Наш Дух Спит Мы Только Душевная часть Иисус Для чего пришел Даровать Духа Святого Разбудить А Когда мы спим То Управление Мы становимся Заняты своим телом Душа Занимается своим телом А нашу силу Отправляет На паразитические Агрегоры Не к Творцу А на паразитические Агрегоры Поэтому Когда человек При спящем Духе Он начинает Становится Телесным человеком Быть Он заботится О своем теле И желудок Начинает Им управлять И он не может Уже Справиться С этой требованием Желудка А из желудка Кто управляет Опять же Паразиты Которые там Живут Они вот этого Хотят Мертвую пищу И не хотят Сейчас очень Огромное количество Паразитов На мертвой пище Основанно Начинаешь Потреблять Живую пищу Вначале Отравление Тяжкое Организм А потом Будет Телеколепно Если позволишь Я от себя Тоже Кое-что скажу Дело в том Что у нас Очень часто Начинают Подменять Одно другим Не задумываясь О первом Вот так хитро я сказал Теперь расшифрую Дело в том Что прежде чем Говорить О продолжении Рода О изменении Ситуации В какой-то местности Земли И так далее Необходимо Все-таки Думать о том А кто это будет Изменять Если человек Хворый Немощный Больной Если он Никчемный Что он сможет Изменить Кому он сможет Помочь Да ему самому Нужна помощь Поэтому прежде чем Браться за какие-то Серьезные дела Необходимо Самому быть здоровым А здоровым теле Как говорится С правильными мыслами Там и здоровый дух Поэтому Если мы свое тело Не будем содержать Чистоте и порядки Не будем знать Что Как здесь написано Пожрать Что одеть Где и как Погадить И Извиняюсь Посмотреть Что там у нас В анализе То в этом случае Я думаю Что мало Мы чего Наворотим Да кому же Вум придет На желудок Петь голодный Еще у нас Дедушка Крылов Рассказывал вам Про стрекозу И муравья Естественно Что базис Необходимо Нам иметь Основу Скажем так Фундамент То на чем Мы будем строить Тело А тело Невозможно Если мы о нем Не будем заботиться Вот когда Вы будете задумываться О том Как одеть Как пожрать И что там сделать Вы будете задумываться О многом другом У вас будет Также прорываться Здравомыслие Потому что Вы будете понимать Что супермаркеты Это немножечко Не то что нам надо А может быть Даже множечко не то Что такой принцип Существования Это вернее Выживание Тоже не наш И вам будут приходить Очень правильные мысли Настолько правильные Что вы будете удивляться Казалось бы Говорим о земном О телесном О мысли правильные Поэтому давайте Мы будем идти Последовательно Не перескакивая Со ступеньки на ступеньку Чтобы не поскользнуться И не свалиться вниз Кубарем Не расшибить себе Лоб и все остальные Части тела Поэтому В данной ситуации В данном эфире Мы говорим Про то Что является основой А вот когда мы поймем Как эта основа Появляется Как она строится Выстраивается Вот тогда давайте Уже будем говорить А как теперь Эту основу Применять И вот тогда Мы обязательно И про дух поговорим И про душу И про геноцид Ювеналку И статьи там всякие Разврат детей И все остальное Ну представьте вы себе Развращают ребенка Вы идете Такой ветром Сносимая травинка Да Вот вы говорите Слушай Перестань пожалуйста Под ребенком Издевается Развратник Он тебе Бабах в черепушечку И отдыхай И продолжай дальше А потом над ним Усладился И с тобой Начинает развратничать Так что Ребятушки Давайте все-таки Понимать Что есть основа И есть то Что в этой основе Находится На этой основе Строится Нельзя Одно от другого Отделять Я не отделяю Духа и душу От тела Но если нет тела То вы уже Не человек Ну то же самое Как и душу Если от тела отделить Тоже уже человек Не будете Ну извини Что я так долго Идем дальше Я Гриша Я же все время Об этом говорил Именно что носить Что мыслить Как раз об этом процессе Можно сказать Что мы сейчас Все больные Все больные Поэтому Махнуть на себя рукой Ни в коем случае Начни меняться Сам будет вокруг тебя Окружение меняться Непременно Вот это и есть Твой вклад будет Великий вклад Хорошо Идем дальше Ну даже вот это Продолжение рода Ну кто продолжит род Если сам никакой Ну ладно Идем дальше Я Гриша Вопрос эфир Как сказители Относятся к употреблению Сейчас я на твое лицо Смотрю Яиц Яиц И дальше продолжай Вопрос Я просто смотрел На твое лицо Как ты Изменишься в лице Или нет Удержался Удержался Молодец Так Ведь говорят Что на Руси Была и есть традиция Расписывать и красить яйца А также Стучаться ими В память о битве Тарха И разрушенной Луне Лели Если это традиция древняя Значит ли это Что наши предки До крушения лун Были сыроедами Вот так вот Развернут вопрос Что касается яиц То белок использовали Для кладки зданий Для укрепления Сцепляющееся устройство Глины Соединяли Вот этот белок Использовали там Желток использовали Можно было употреблять Только в сыром виде В сыром виде И сейчас Только оно тоже будет Будешь только им пользоваться Я уже не пользуюсь Раньше я когда-то Медленно так Переходил Нерезко Яички Я только вот Сырой Желток А белок нет Он все склеивает Все внутри Он не несет пользы А если свареный белок Так Это как Мертвый белок Мертвый белок Он Как мусор Как поршень проходит Называет тухлятина Да Своими словами Хочешь сказать себе слово Ну скажи Тухлятина Ну ладно Вот Поэтому Да Это не наше Все же Мы же Опять же Птиц насилуем Нам Птицы Они должны занимать Своё предназначение Выполнять Вот А когда мы их Вот так вот Мало того Она птица ферм За два года Она превращается Полностью Все свои яички Выносит Она не нужна Будет Уже Через два года Так вот Продолжительный свет И так далее То есть Натилен от природы И нам Эта пища Вот Как и молоко В детском возрасте Нужно Пользоваться Да Ну а спящу Что сказка Говорим Ну не пей Из копытца Козлёночком Станешь Мадеринское молоко Это всё нормально А раз От коровки Коровкой Станешь От козла Козлёнком Станешь Но информация От них Передаётся Тебе Это вот Навязывание Всё то Что нас Разрушает И так Говорит Что раньше Писанки Писали наши Чурые Прощуры Потому что Яйцо По сказке Курочка Ряба Это Творение Мира Творение Мира Яйцо И вот Я о человеке говорил Если информационно-силовая Структура Человека Тоже яйцо Земля Наша Матушка Тоже яйцо Галактика Диск А Вселенная Яйцо Поэтому Яйце Как писанки Как крашенки Это Отношение Как Все сказки Наши Космология Вот Что сказки Подтверждает Оттуда Брать информацию И чтоб Специально Что-то делали Красили Может быть Я Всех Не всё У нас есть Что у нас есть Сейчас только Что-то сохранили Старовера Старообрядцы Что-то в своих Обрядах Сохранившись Оттуда Может что-то достать Настоящие веды А так Всё Всё Вычищено У нас Ну в любом случае Не было таких Больших птицеферм Если и были Птица На дворе То для каких-то Других Наверное Целей Не в прямом смысле То что сейчас Наверное Подразумевается Когда она Ходит на природе Яйцо То будет даже Желток То будет здоровым А сейчас Которая там Выращена На этих Непонятно Каких ГМОшных Продуктах Курица Чего она Яйцо-то нам даст Какое Ну так Всё-таки Наши предки Всё-таки Были сыроедами Всегда Или В какое-то время Были сыроедами Или после чего-то Они перестали быть Сыроедами Такой вопрос Очень распространён Понятно Немножко так Прикинь Если действительно Потопы были Были такие Катаклизмы Очень мощные Которые Основная масса Ильи погибала И это подтверждает То что Сейчас Во многих городах Это уже в интернете Есть На полтора-два метра Старое здание Притоплено То есть Было мощное Наводнение Потопление было Я села Вот эта группа И они Оказались Завалены Посмотрите Там Подвальные Окошечки А там же Сделано Помещение Целое Когда внутрь Зайдёшь А фундамент Строился Всегда выше Во все времена Выше земли Чтоб влага Туда не шла Поэтому Они были И чтоб выжить Чтобы выжить Опять же Взять из Библии Вот Что касается В первой главе Бытия Когда был Сотворён человек Там Указана Пища Для него Травы С семенем И плоды Деревьев Всё Остальное В пищу Животным Будет А вот Для других Которые Во второй главе Там всё Что движется Ну в общем Да Прямое указание Почему как раз Каина и убилавили Да Потому что Господь презрел Понятно Что и на кого Ладно Идём дальше Чтобы не заострять А то опять Кого-нибудь сейчас Растеребишь Будут тебе вопросы Скажут Вот тут Начинает Ну ладно Это моё мнение Друзья мои Это моё мнение Вы сохраняйте своё Уважайте сами Своё мнение Если радует Это ваше Не радует Это не ваше Реплика Реплика эфира Из ютуба От Владимира Сва Про стропила Данилов Рассказывал Я беседку Так построил Вот про наклоны Когда ты говорил И про кровлю Так дальше Опять Игорь Кирпичникова От Игоря Кирпичникова Вопрос из ютуба Если мы Если мы были Ранее Бородами Сильны То почему Мы Наши предки В кавычках В скобочках Наши предки Позволяли Рубить Бороды Ну да Глубоко Надо смотреть Сразу Всё Мироустройство Циклично И когда Наша галактика Проходила Среди Обитания Тёмных сил Поселенных Космос Чтобы выжить Мы должны Были заснуть Вот эти моменты Мы воспользовались Серые Тёмные Космические Паразические Сущности И Это моё же Опять мнение Были клонированы Люди для этого Вручили им Тору И вперёд Ребята И именно В это глухое Время Я не буду Развивать Эту тему Я думаю Дальше Все Додумайтесь Да Чтобы опять Кого-то Не обидеть И что-то Не затронуть У кого-то Реплика Из ютуба От Виталия Микерова Китайцы Свои Волосы Как бы сказать Такую косичку Делали И закрепляли Её И что тут Такого Ну закрепляли Идём дальше Вопрос Эфир из ютуба От Геннадия Яска Что делать Русским В этом Бедлами Что делать Русским Жить по правде Что бы ни случилось Оставаться На высоких Вибрациях Выжить Сохранить Род Детей своих Сохранить Землю Обеспечивать Обмен Силой Земли С космосом Это одно Из главных Наших Предназначений Изучать Изначальный Наш язык Тогда Ты по-настоящему Будешь служить Руси Вот Задайся Этой целью Это будет Служба Руси Народу Русскому И даже Космосу Всему Если ты Будешь Изначальный Истотный Язык Изучать Через Язык Ты будешь Восстанавливать Культуру Через Культуру Народ Через Народ Ты восстановишь Русь Матушку Дальше Чтобы Низкие Вибрации У тебя Не появлялись Не пить Не курить Не гулять С другими Ни с каким Полом Ни с мужским Ни с женским И В этом случае Это Опускание На низкие Вибрации Даже Несколько Глоточков Спиртного У тебя Закрывается Верхняя Чакра Кроме Двух Нижних Совсем Вытекающими Последствиями Точно Так же То Что Опускать На низкие Вибрации А ты Уже Сразу Подключает Тебя Всем Этим Сущностям Паразитическим И агрегором Паразитическим Ты Уже Подключен И Они Тобой Управляют И Разрушают Тебе Паразит Не знает От Предела Череви Разверлись Внутри Они Не Понимают Что Могут Погубить Кормильца Точно Так же Паразитический Эгрегор Они Этого Не Понимают Вот Что Делать Нужно Русскому Человеку Я Так Быстренько Пробежался Просто Становиться Русом Жить По Своим По Своим Правилам Которые Нам Правила Предки Передали А не По Тем Которые Нам Навязали Совершенно Точно Жить В ладу С природой По Совести Чтить Своих Предков Все Будет Хорошо Вот Совести Правда Слова Тождественные Поэтому Я использую Слово Правда А мы Пользуемся Совесть Давайте Расскрою Что Они Тождественные Когда У тебя Есть Совесть Это Совместная Весть Творцом Когда Вот Эта Связь По Твоему Желанию Творец Не Нарушает Твою Свободу Выбора А Вот Паразитическая Система Дьявола Нарушает Он Стремится Это Сделать Значит Когда Ты К нему Даешь Запрос Он Тебе Дает Ответ Что Он Будет Давать Он Будет Тебе Давать Правду Поэтому Совесть И Правда Тождественная Вот Свою Волю Надо И Проявить На Пробуждение Вот Этой Совести Чтобы Усилить Связь Творцом Хорошо Так Владимир Змытич Написал Владимир Николаевич Творог И Сметану Можно Кушать Ежедневно И Расскажите Про То Как Очищать Воду Когда Уже Сильно Привязан К Молочному Взрослый Человек Не Должен Кушать Молоко Если Привязан То Творог Правильно Сделанный В домашних Условиях Безо Всяких Химикатов Вот Творог Можно Попользоваться Да Вот А Все Остальное Я Вот Уже Считаю Что Просто Не Можете Как Воду Очищать Я Уже Говорил Набери В Интернете Я Со Всеми Говорю На Ты Потому Что Для Меня Когда Что-то Плохое Свершается Мы что Говорим Увы Вещи Олег Шел На Врага Говорил Я Иду На Вы На Врага Он Вы Называл Врага Поэтому Я Святослав Тем же Самым Пользовался Иду На Вы Поэтому Вы Это Свет Тьма И Разделение А Ты Единение Свет Поэтому Я В эфире Пользуюсь Пониманием Ты Потому Я думаю Что Я никого Не Обижу Не Владимир Точно Не Обидится Это Наш Человек Хорошо Итак В интернете Поискать Про воду Как очищать Я думаю Там Подробно Инструкции Набираем В интернете Водный Доктор И Великолепно Там Информации Ты можешь Добыть Как И И И И И Но Кроме Этого Поскольку Вода Великолепно Впитывает Информацию Значит Там У тебя Есть Вода У тебя Не должно Быть Плохой Музыки Никакого Насилия В пространстве Нельзя Ругаться Где ты Живешь Все Скукоживает И Сжимается И забирает У тебя Силу Я На встречах В биолокации Показываю Как Слово Действует На Окружающие Предметы Так Вот Выругался Все От тебя Сил Начин Забирать Поэтому Состояние Твое Должно Быть Всегда На Позитиве Тогда Ты Воду Божешь Задержать Таким Обязательно Надо Настаивать В воде У нас Не Хватает Кремния Пропорции У нас Должны Быть Соответствии С природой На Втором Месте После Кислорода По Количеству На Земле Кремния А у Нас Его Не Хватает Поэтому У Меня Четыре Баночки С Трех Литровых Стоит В Одной У Моя Стоит Хрусталь Горный Во Второй Кремния Конечно Для Обработки И Там Я И И И Медный Штырь Удивительное Свойство Меди Делать Пропорции Микроэлементов В воде Согласно Природе Это Просто Удивительно Вот То что Я уже Говорил Ямото Доктор Вспомните Хотя Он Тоже У нас Взял Это Наша Информация Подкладывайте Пишите Туда Все Что Хотите А В наше Время Сейчас Я уже Возвращаюсь Ко Начало Забыли Наверное То Что Написал На бумажке Что Ты Хочешь Исправить Как Лекарство Себе Наговори Напиши На Эту Бумагу Это Мое Лекарство От Катаракты Поставил На эту Бумажку Кружку С воды Утром Выпей Ты Работай Сам С водой Ручками Веди На Любви С ней Пообщайся С любовью Все Процесс Пойдет Хорошо Так Дальше Народное Славянское Радио Для пытливых Умов Продолжение Слушайте В следующей Части Редактор субтитров